А мы тут боремся с компьютером и с новыми технологиями. И понимаешь в этот момент, как мы зависим от этого всего, насколько, блин, тяжело это сейчас, мне всё перестроить, нужно всё, если на другой компьютер перейти. В общем, я даже не знаю, что делать. Пока что, в общем, немножко в растерянности. Ну, по крайней мере, камера работает, и я всегда с собой беру видеокамеру. Это песня про меня. Это для габочки, для моей, да? Ну что, у нас какие новости? Новости такие. Значит, здесь уже поднялось моё объявление о том, что компьютер не работает. И мой компьютер включился, я быстрее давать поднимать фотографии, всё, что только можно. Он даже не принимает, не воспринимает девайсы. То есть я пыталась вставить свой USB-шку свою, чтобы сюда перекинуть кое-что, хотя бы даже видео вчерашнее. И даже мышку свою, USB для мышки, нифига, ничего, он не читает, не видит. В общем, короче, не хотела. Я очень привыкла к своему компьютеру. Ну, в общем, посмотрим, что будем делать. Не знаю, это уже мой муж будет мне помогать решать этот вопрос. Всё, мы тем временем кушаем. Мы кушаем с Габбочкой, да? Видите, внимание, Габи, она вот обожает. Это просто вот этот микс я ей сделала. Я ей просто, видите, подогрела. Там бинз, морковочка, как она называется? Брокколи. Дерево, да, такое брокколи красивое? Она это всё любит, она это всё ест. Была тарелка пополнее. Это ела, морковочка, как зайчик. Она это всё обожает. Вот, еда подходит к концу, да, Габочка? Ты любишь это? Да, вкусно. Вот морковку почему-то откусила, и это половина съела, отложила. Но оп, это не будешь кушать? Ой, вот так можно сделать. Молодец, такую композицию. Вот съел ребёнок целую тарелочку овощей. И не надо показывать свой животик никому. Не надо. Смешная. После вкусного обеда я принимаю обычно витаминочки все свои. И какие-то витамины именно в обед нужно принимать. Это биотин и B12. B12 я принимаю, потому что мне не хватает этого в моём организме. И это выяснилось весной 2016 года. Весной же это было, а в конце весны где-то. Ну, пока я её купила и добралась, в общем, уже было лето. В общем, вот я принимаю. Здесь было 180 штук. Я думаю, что здесь уже осталось совсем чуть-чуть. Вот, его нужно принимать здесь даже написано на... Я не хочу просто показывать марку, потому что, ну, могут видео не пустить. Ну, в общем, вот видите, здесь часики нарисованы. Написано, что брать после обеда. До меня только лишь потом дошло. Вот здесь рисуночек нарисованы часики. Вы берёте это в 12.30 примерно. И это начинается... Релиз происходит этой таблетки в организм, этой витамины, только в 9 часов вечера. То есть, очень важно принимать, вот как написано. Вот, поэтому мы сейчас возьмём... 1200 мг метра писали таблеточку. И я беру биотин. Биотин я беру почему-то, что мне доктор сказала, что оно обычно это как для ногтей и волос. И кожи. У меня очень сильно выпадали волосы. Даже уже долго после того, как я покормила Габриэлю, уже давно я её не кормила, волосы просто выпадали очень сильно. Поэтому я очень долго ходила с короткой стрижкой. Сейчас я начала пить этот витамин. Он не сразу начал работать. Им нужно было там накопиться. Он накопился. Я сейчас вижу результат. Но я забываю иногда пить. И это сказывается сразу на моих волосах. Что? Тебе тоже витаминку дать? Да. Габи у нас пьёт витамин D. Вот. Я его просто даю, потому что он у меня есть на самом деле как бы... Габи молодец! Жил в жидком. В жидком виде я даю ей. Вот. Так, что я ещё хотела сказать? Что? Да, через месяц я увидела, что он начал работать. Но мне порекомендовались ещё, я работаю с некоторыми вегетарианцами. Вот среди моих друзей и знакомых есть вегетарианцы. И они берут вот этот сапплимент, чтобы не брать B12, например. Очень хороший сапплимент считается спирулином. Это водоросль такая, её в виде порошка можно купить, в виде таблеток. И, в общем, это классно. Как мне объяснили, какая разница между витаминами, которые мы принимаем в таблетках, и... И пищи, которую мы принимаем. Пепа-пик включить? Сейчас. Да, сейчас. Проблема в том, что когда мы принимаем таблетки, они в нашем организме как бы накопились, они есть, но они как бы не становятся частью нашего организма. Они выводятся с мочой. То есть всё то время, что я принимаю витамины, у меня этот витамин будет в организме. Как только я его заканчиваю принимать, он исчезнет. А если мы принимаем это с едой, то оно как бы усваивается очень хорошо внутри организма. Ну, в общем, вот так вот. Если у вас есть какие-то дополнительные комментарии на эту тему, напишите, пожалуйста, потому что мне этот вопрос витамина вообще всего очень интересен. Не то, чтобы я тут добавки пью какие-то или что-то, но... Напишите также, какие в вашем доме. Обычно вы... Я знаю, у меня очень много подруг, которые пьют просто, например, там букет таких, значит, женских витаминов. То есть в одной таблеточке там все витаминки, например. Да, Габочка, сейчас. Вот, не-не, подожди. Вот, это мамина, это не Габина. Да, Габина. Вот, поэтому... Например, в одной таблетке все, весь спектр этих витаминов, там и фолиевая кислота, которая нужна, в принципе, любой женщине, не только беременной. Я, кстати, принимаю все таблетки всегда, все сразу. У меня большая глотка. Вот, так что, ребята, вот про витамины еще хотела вас спросить. Напишите, какие витамины у вас? И принимаете ли вы вообще витамины? Как вы к этому относитесь делали? Пошли дальше. У нас по телевизору работает «Инсайдаут», на русском «Головоломка». Называется «Очень Габи любит этот мультик». Он еще, когда вышел, мы его смотрели все время. Сейчас что-то вдруг у нее опять любовь возобновилась. В общем, мы стол перенесли сюда, потому что Габи с него удачно упала. Несколько дней назад, да, Кабуша? Упала ты, ударилась об него, да? Да. Вот так вот, ударилась об него. Да, и сейчас мы с ней рисуем. Сегодня мы учим буквочку «Си». Ой, моя Бусися. Вот, мы учим букву «Си». Вот мы ее рисовали. Рисовали, здесь не видно. Cow. Cat. Cat. Car. Cow. Carrot. Carrot. Что, carrot – это достаточно новое слово для нее. Морковочка она знает. Да? Да. Габи любит морковочку? Да. Да. Вот, а это такие, у меня есть разные темплиты, такие, как трафареты, да, то, что называлось у нас. Только у меня есть трафареты и бумажные. Молодец, как красиво. Это трафареты пластиковые, они из разных тематиков. Вот это вот тематика типа партии. Парти. Парти. Вот, и она очень любит в трафаретах рисовать карандашиками, разукрашивает потом. Вот она нарисовала, обвела галстук получился, и сейчас она его закрашивает. Кави, скажи мне, а как делает качейка? Сильно, сильно надо язык вниз. Как делает часики тик-так? Тик-так. Нет, головой не крутит, только языком. Так, стоп, а теперь как делает коровка? Тьфу, лошадка. Лошадка как делает? Иха. Иха, нет, не иха, я хочу, чтобы ты делала так. Иха, 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 иха. Будем из палочек делать домик? Ой-ой-ой, бумажки полетели. Давай мы все бумажки здесь осторожно наши сложим с нашими буквочками. Поставим здесь их, положим, покладем. Все, давай будем строить. Да, 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 да. Давай. Ти, форь. Так. How many do you have? Виндов. One. One. Two. Виндов. Two. Three. No, домик. А ты домик сделала вот так вот? Виндов. Виндов. Да. Лапа. Двор. How many do you have? Let's count. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Nine. Eight. Nine. Ten. One. Ten. Сейчас еще раз считаем. One. Five. Нет, сначала. One. One. Two. Three. Four. Five. Агаби тем временем, моет под огромным напором воды яблоко. Молодец. Так, на тебе полотенечко. Ча-ча-ча-ча. Идушка, давай зеленую книжку, пожалуйста. Занимаюсь немножко на пианино. Сейчас немножко им приготовлю такой перекус, если можно сказать. Ну, они не хотят суп, они будут кушать попозже. Сейчас хочется чего-то такого, бодрящего. Для них бодрящие это яйца. Я сделаю сейчас омлетик. Из четырех яиц я сделаю. Тем временем сковорода уже разогревается. Вот, четыре яичка. Так. Ну. Как мой Костя говорит, выжать яйца. Выжать и отжать. Так, сегодня у меня на второе нету ничего. У меня есть только первый суп. На второй сегодня я буду делать, размораживать свои четвертушечки, которые я обязательно всегда даю молоко немножко в омлет и воду. Очень люблю омлет моей мамы. Моя мама добавляет еще в омлет. Так, соль закончилась. Моя мама добавляет в омлет немножко муки. Да, Габиде садись с ядошечкой, я тебя позову. Стой. Еще одна у меня. Так. Соль. Так, молоко дали. Это дали. Да, у меня бабушка всегда делала омлет с водой. Я влюбила. Вода дает такую какую-то пушистость. А моя мама, вот так, она делает, так она прям как кусок хлеба. Такая вкусная, пушистая. Я вообще люблю, вот я зелень в еде не очень люблю, но я люблю зелень в супах, в мясных подливах и в омлете. Мама делает вкусно. Вот, кстати, с зеленью немножко сыра. Так, все скрывает, да. Уже нагревается, да. Немножко нужно еще молочка. Пока разогревается, как у меня здесь остатки сметаны, я прямо в банку начищу помидоры. Сделаю салатик. Помидоры нынче дорогие зимой. По 1,5-2,5 доллара за паунд. Вот, это значит, для килограмма умножьте на 2. Вот, поэтому сейчас иногда помидоры есть по скидке, по 98 центов за паунд. Это большое счастье. И мы, конечно же, всегда берем. Когда очень дорогие помидоры, я не согласна платить по 5 долларов за килограмм помидоров. Нет. Поэтому зимой у нас очень много, часто я покупаю оливки, я покупаю кислую капусту плашеную. И мы делаем какие-то капустные, просто со свежей капусты салаты. Я делаю салат айсберг, вот этот вот летус. С ним делаю. Там стуны, вот такое вот что-то. Но дети, конечно, любят помидоры и огурцы, а на них цены сейчас. Ну, просто жаба душит. Реально. Так, что у меня тут? Все, это уже надо делать. Все, видео мое поднялось. И уже, я вижу, некоторые из вас увидели о том, что оно поднялось. А многие увидят только завтра. Вместе, надеюсь, с этим видео, потому что я еще не знаю, когда его буду качать, мой компьютер не может распознать USB никакие, которые я подключаю. Поэтому я прямо даже в растерянности, как это все будет происходить. Так, 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 так. Сюда все не умещается. Надо будет перекинуть. Хорошо. Перекинем. В эту тарелочку. Так что. Нашедший дом. Да, вот как я и говорила. Это порошило, порошило и припорошило. Уже такое оно порошило, что уже слой появляется. Слой снега. Но все равно чувствуется, что день уже длиннее. Настроение уже веселее. Хотя солнце уже, потому что нам это солнце, но уже такое же, две недели солнца мы не видели. Хоть немножечко. Банка за банками очень много мусора. Всегда. Мусора, особенно мусора, который на переработку. Его всегда больше, чем обычного. Потому что все в упаковках, в коробках, в пластиках. Все продукты, когда ты покупаешь. Все в баночках, скляночках. Это все выбрасывается в переработку. И оказывается, этого мусора всегда больше. Если бы все бросать вместе в один мусор, то, конечно, мусорка была бы большая. Но так как мы занимаемся разделением мусора, и об этом уже все блогеры Канады говорили много раз, и Америки, то мусора получается настоящего, которого органического. Я не посолила. Но получается меньше. Полная банка не хочет сыпаться. Ну, почему? В чем проблема? Хорошо здесь. Понятно, оно полное, не хочет высыпаться. Так что, ребятки, спасибо за ваши комментарии и поддержки. Я все прочитала. Мне действительно очень приятно, что мои видео вас вдохновляют. Вставать раньше утром, пить больше воды, кого-то что-то делать, кого-то готовить, кого-то там, я не знаю, деток играть на музыке. И на нервах. И на нервах. Деток играть на музыкальных инструментах, заниматься с любовью. Вот, в принципе, такова была моя, как бы такая под цель, чтобы каждого из вас мотивировать на что-то, давать какие-то энергии, давать какие-то... Короче, мотивацию. Мотивация от слова мотив. И чтобы у каждого из вас есть свой мотив в жизни, чтобы вот этот мотив, он как огонек, горел у вас и никогда не газ. У каждого человека в жизни есть период, когда мы что-то думаем, что может быть то, чем мы занимаемся, это не совсем то, чем мы занимаемся, что может быть бы лучше нужно заниматься тем или этим. Но я хочу сказать сразу всем тем, кто занимается чем-то для души, и не для того, чтобы заработать деньги, не для того, чтобы... Там, я не знаю. Ну, действительно, как заработок, да? Не с какой-то выгодой, а что-то делает от души с любовью. Может быть, оно вам и не принесет денег, но то удовлетворение душевное, которое вы получите, и то, что вы сможете дать другим людям, если, например, вы рисуете, вы художник, или вы вышиваете, или вы делаете какие-то видео, или вы готовите какую-то вкусную еду, или вы просто любите беседовать с людьми, слушать их. Не важно, что вы делаете для людей, что вам нравится делать, все, что вы делаете, делайте от души. Это самое лучшее, что может быть. Поэтому те вот, у кого есть такой мотив, но иногда вроде как, ну, подбивается по разным причинам из внешней стороны, там, неважно, либо люди что-то сказали, друзья, ну, зачем оно тебе надо, зачем оно тебе надо, и когда тебе так сто раз в день говорят, то ты действительно начинаешь думать, зачем оно мне надо. Вот. Так вот, чтобы вас ничего не подбивало, не сбивало с пути, чтобы вы, ну, не то чтобы четко шли к своей цели, но просто делали то, что вам нравится, несмотря ни на что. Находили время для этого. Поэтому маленькая лекция от меня. Так пошла детям, детям накладывать ясточки. Все, кушаем. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Все, кушаем. Последнее на сегодня. Итак, длинное, я думаю, видео. Я его еще как бы не переносила никуда, но я уже догадываюсь, что это будет длинное видео. Сегодня я делаю курицу, как я и говорила. Четвертушки в духовке, я решила. Я посмотрела новый рецепт. Где я? Здесь. Я посмотрела новый рецепт, и я хочу с ним сделать. Для того, чтобы была корочка в духовке. Костя все время говорит, и нам больше корочки хочется. Больше корочки. Я говорю, ну посмотрим. Вот так я высмотрела рецепт. Конечно, мне не нравится, что там есть сахар. Ну вот. Рецепт заключается в том, что мы берем столовую ложку соли, столовую ложку сахара на раскаленную сковороду. Когда сахар начинает плавиться, чуть-чуть, пару капель воды. В общем, получается такая карамель. Эту карамель мы смазываем как соусом курицу. И в духовку на 40 минут на 200 градусов. Все. В общем, мои четвертушки помыты. Здесь у меня получается с трех куриц. А это значит 6 штук. Как раз хватит нам на сегодня и на завтра. Получается, что второе я готовлю очень часто каждый день. Бывает такое, что раз в два дня, но в основном каждый день. Так, я все здесь приготовлю. Сахар, карамель смешаю. Я вам покажу потом, как это будет выглядеть перед заходом в духовку. Так, мешаем соль, сахар. Вот он начинает коричневеть. Я сделала немножечко меньше огонь. Так, естественно, соль я добавлять уже не буду тогда. Потому что... Ну, уже здесь ложка соли извинтили. Извентиляйте это и так дофига. Вот так прикольно смотреть, как тает сахар. Вместе с солью. Да, давай, тай, тай, тай. Вот такой запах конфет детских сразу. Запах детства. Так. Все, хорошо. Так, до того, пока это не начало все гореть, я думаю, даже можно выключить. Так, вот. Каким немного. Так, оно должно коричневеть, насколько я поняла. Оно у меня пока желтое. Так. Вот. Вот, просто конфеты для него получились. Мама, а где угодно? Пойдем и что? Хорошо, Игорь. Иди дальше занимайся, сынок. Hello. Ну, там тебя не видно, потому что я снимаю сейчас другую запчасть. Ну, не видно. Это сковородку надо будет залить, чтобы тебя было видно. Сынок, я потом буду проверять. Иди дальше занимайся. Иди дальше, сыночек. Так, я еще налью. Когда ты там будешь? Будем говорить. Сынок, я сейчас занята. Отойди, пожалуйста. Мы стали на пивашу молодой сахар. Нет, я еще не решила, что ты будешь делать. Вот я еще налила воды. Я уже поняла, что она по-любому станет коричневой. И просто пусть этот весь сахар, он должен растопиться. Я так понимаю, так надо включить, а то он уже гаснет. Нам не нужно, чтобы оно гасло. Да-да, вот оно растапливается, потому что я хочу, чтобы оно разошлось. Тем временем у меня духовка разогревается на 200 градусов. Все, сахар почти растаял. Все, сейчас залью курочку и покажу вам, как это уже будет перед заходом в духовку. Итак, вот моя курочка. Уже она залита. Так-то, в принципе, ни в чем не выражается, то, что она находится под этим соусом. То есть, просто немножко там видно, где-то коричневые такие оттеночки. Духовка достаточно разогрелась. Все, сейчас на 40 минут вводим этот противень с курочкой в духовочку. К этому я сделаю макарончики, сделаю башамель, подливочку к макарончикам. Это будет наш ужин, я думаю. Ну и суп, естественно. Пока это будет готовиться, Костя сейчас уже приедет, поедем суп. И как раз поедем первый, и там уже подойдет второй. Все в духовку на 40 минут. Все в духовку на 40 минут. На урок. На урок, да. Что-что? На урок, да. На урок, да. Внутри? Мама. Да, внутри. Мама. А, просто я спросила тебя. Да, макарончик. Том, ну давай, бай. Мамень. 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 Что, Гамень? Готова. Там готовится еще, не готова. Да, Тома. Кто? Так, макароны варятся, суп подогрет, курица делается еще у нас. Вот, надо будет только лишь без шамель. Вот полторы пачки уже и нет. Когда мне говорят... Ина. Ой, темно. Ина, вы так много покупаете? Мама. Что, доча? Макароны. Осторожно, там кастрюли, чтобы ты не упала. Вы столько много покупаете продуктов, прямо американцы, жрете и жрете, типа никак не нажретесь. Вот, пожалуйста, ужин семьи. Полторы пачки макаронов. Там внутри таких, по-моему, девять было. Девять или восемь пачек. Да. Ну, на сколько это мне хватит? Ну, хватает, конечно, на месяц точно хватает. Но это же нужно через месяц опять покупать. Конечно, когда человек одинокий. У него всего это в четыре раза меньше уходит. То есть, там, купил макаронов, например, так они у него и будут стоять год. Особенно, вот, например, как моя мама. Она вообще макароны не ест. Вообще не ест ничего макаронное. Она не любит просто. Там у нее какие-то есть лапшичка иногда к бульону какому-то. Такой лапшичка-пачечка маленькая. И она ей год эту лапшичку. Правильно, мама, я говорю? Поэтому, когда мне такие вот комментарии, типа, вот, американцы много едят, вот, вы многое покупаете, поэтому, типа, есть соблазн больше съесть. Да глупости это. Что за соблазн? Едишь столько, сколько едишь. Ешь столько, сколько ешь. В общем, одним словом, разные люди. Я никому не удивляюсь и ничему не удивляюсь. Просто человек, у которого нету такого опыта, он не может этого знать. Только человек с большой семьей, он может понять, что такое прокормить семью. Вот. Особенно, когда нужно думать еще про ланч на следующий день, например, для мужа. Это еще хорошо, что еду, пока там какие-то бутербродики, перекусочки. А как постарше становится, может, он и захочет что-то, какой-то ланч брать. Хотя, может, и наоборот. Там, глядишь, я на работу пойду. Тоже надо какой-то ланч брать с собой. То есть, это продукт, это надо готовить, это съедается, ребята, это съедается. Я вот это вот смотрю семью. Knife North. Knife. Что-то такое. Которая RV путешествует. Я ставлю вам ссылочку на этот канал, если вы заходите. У них четверо своих детей. Пятером они усыновили, удочерили. В общем, включая родителей, это 11 человек. Вы представляете, что такое прокормить? Да, они американцы, живут в Америке. У них есть больше финансовых возможностей, больше возможностей какого-то выбора. Я так думаю, чем, например, у россиян, украинцев, белорусов и так далее. Бывших стран СССР. Давайте будем говорить так, потому что я все не перечислю. И никого обидеть не хочется. Я вообще не понимаю, как они едят. Как можно прокормить семью 11 человек? Во-первых, там готовятся, просто от плиты не отходятся. То есть, все в таких огромных кастрюлях. Это все за раз съедается. Да, дети помогают. Они могут уже почистить там картофель, там что-то, что-то. У них все эти пачки макаронов, наверное, за один раз уйдут вообще. То есть, это же все, понимаете, depends. Depends обстоятельства, зависящие. Все зависит в нашей жизни. И ты чем старше становишься, и чем больше твой жизненный опыт, Габе, не бегай. Тем больше ты понимаешь, что... Спасибо, Габе, это и дожкина работа. Вон, какую красивую работу маме принес. Тем больше ты понимаешь, что в жизни все относительно, относительно чего-то. То есть, это много еды относительно чего? Относительно семьи, относительно денег, относительно того человека, который это пишет. Ну, это так, в общем. То есть, я вот просто решила такое сказать. Просто наглядный пример. Вот вам, пожалуйста, кастрюля супа, которая съестся. Но сегодня она не съестся, завтра точно съестся. И макароны, которых уже сегодня не будет. То есть, завтра на обед я уже вряд ли смогу что-то кушать. Все, и курица шесть штучек, которых уже тоже сегодня не будет. Завтра Костя там на работу еще, дай бог, две. Если останется, так одна. Все, еды нету. Опять завтра надо думать, что готовить. Поэтому, как всегда, я нахожусь в состоянии готовки. И если вы думаете, что мне это очень нравится, то нет. Но мне приходится любить это. Приходится с любовью относиться к этому. Потому что надо с любовью готовить. Чтобы моим детям и моему супругу было вкусно. Ну и мне на всякий случай. Ну я такая, я всеядная, все ем. Ладно, пошла, пошла мешать макароны, пока они не прилипли. Так, сейчас я буду делать башамельчик. Башамельчик такой. Да, мамочка моя, да. Башамельчик на скорую руку. Вот башамель от меня. Каждый делает разный башамель, разные пропорции. Я делаю немножко масла. Немножко муки, молока. Ну вот где-то так масло. Такой кусочек. Не видно, я не хочу просто в темноту показывать. Все, пока масло себе там топится. Немного масла. Так, масло топится. Так, вот тут моя курочка пожевает. О, великолепно. Курочка просто великолепно пожевает. Так, сделаем немножко больше света. Так, масло топится. Значит, потом лимонный сок или лимонное вот это я для готовки использую вот это. Жалко лимонов. Лимоны я теперь по утрам сама, так сказать, пью. Так, все. Значит, это макароны. Это башамел. Мне нужен мука. Нужен мука. Какие-то у меня грузинские слова. Так. Кстати, не хочу обидеть грузинов, а то уже вопрос, что-то не то скажешь, тебя обклюют. Обклюют и обклюют. Ну, это если вот как грузин говорит на русском, как правило, говорят, да, по-грузински. Как же говорят? Это по-грузински, значит. Значит, еще раз хочу сказать, какие эти коробочки. Это моя Леночка, опять-таки, которая живет в Лондоне, которая Британия. Не Лондон, которая в Онтарио. Три такие коробочки. Они, кстати, продаются в Костку. По-моему, стоят что-то 25 долларов. Они шикарные. У меня в одной корм фликс, в другой мука, в третий рис. И в них всегда что-то можно, так сказать, так, немножко делаю тише, потому что уже подкипает. Так, здесь у меня мерочный на полстаканчика. Так, я и брошу где-то половину этого. Так, все, сейчас возьму свою шприотку и потихонечку начнем замешивать. Вам видно? Отличный великолепр. Так, все, собираем, собираем. Отличный, супер. Вот у нас все такое вот. Суперобское. И начинаем потихонечку. Вот, курочка великолепная, просто. Добавлять молочко. Молочко потихонечку. Так, великолепно. Так. 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 Великолепно. Отлично. Так, я еще люблю немножечко присолить. Я вообще обожаю, чтобы все было соленое и перченое. Я не могу безвкусную еду кушать. Это вообще не про меня и не для меня. Абсолютно. То есть, у еды должен быть вкус. Еда прежде всего должна быть вкусная. И вкусная она, как правило, у вас могут быть суперпродукты. Суперплика, не падать. Суперполезные. Суперполезные. Суперкачественные. Но если они невкусные, ну, блин, хочется вкусно кушать. А вкус можно только лишь благодаря приправам, благодаря каким-нибудь специям. Так. Пока у меня не получился заварной крем. Вливаю еще немножко молока. И на этом этапе я уже вливаю немножко вот этого лимона. Пару лимонов, лимонных вот этих. Концентрат лимонный, парочку капель. Тихо, не брызгать. Я только вытирала духовку, вот плитку. Так. Мешаем, 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 мешаем. Потому что сейчас лимончик попал, он немножко скручивает это молочко. Поэтому его надо вмешать, мешать, мешать, мешать. Отлично, отлично. Я ненавижу, когда он у меня капает во время готовки. У меня так просто эта духовка, она такая, ну, 10 лет уже вот эта не духовка, плитка. Это вот я даже протерла, сразу следы остаются, как будто нечистая. О, супер, все, уже подходит супер консистенция. И еще я вливаю молоке, энцин. И вмешиваем, вмешиваем, вмешиваем. Так, здесь уже у меня... Дышно выключить, сейчас будем сливать. О, супер. Супер башенельчик. Просто то, что надо. Если бы у меня еще был белый перец, я бы бросила. Но у меня нету белого перца. Надо купить будет. Всегда вот в эти все белые подливы. Лучше я не люблю, когда эти черные в кратунке есть. О, Костя приехал уже. Не знаю, насколько вам видно. Вот он такой. Вот такой. Супер, как такая жидкая манная каша. Отлично. То, что надо, я выключаю. Добавляю еще молока. И так как у меня комфорка держит еще тепло в течение примерно 5-10 минут, то оно как раз настоится там все. И будет просто супер. Все. Я выключила. Закрываю крышечкой. И будь мы здоровья. Как раз оно будет готово. К тому моменту, когда мне нужно его отдавать. Все. Пока что пошла встречать мужа. Так, ну что, ребята. Курица получилась просто супер. Я, конечно, еще ее не пробовала. Но вы посмотрите только на эту корочку. Я знаю, что я обещала больше не показывать. Вы посмотрите. Какая прелесть. Боже мой. Боже мой. Так, я надеюсь, это так же вкусно, божественно, как это и выглядит. Так, я надеюсь, вы это там приготовили. Вы кушаете сейчас. В тот момент, когда вы меня смотрите. Так, сейчас я заберу всю тарелку вместе. Покажу вам, как это в тарелке. Супер, супер, супер. Супер, супер, супер. Все. Так. Эти отрубочки на потом. Так. Так. Раз. Иду тихо. Чего ты кричишь? Что ты там сказал? Я не знаю. Хочешь? Это очень вкусно. Это подлива, это как чиз. Это лайк макен чиз, да. Вот как это выглядит. О, это все вкусно. Это все вкусно. Все. Ребята, это наш ужин. Время сейчас, карментли, пол седьмого часа. Эй, 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 оставь мои помидоры. Она все время к ним лезет. Это просто издевательство на моем помидоре. Короче, это наш ужин. Мы идем покушаем. Ну, ну, ну. И все. Короче, это было все на сегодня. День еще не закончен. Еще есть много дел, стирок и всего остального. Но для вас я желаю вам хорошего дня, доброе утро. А кому-то спокойной ночи. Бай-бай. Бай-бай.